Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – 4 квартал 2014 года. Телефоны – 48300 и 48333. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапы-регион в студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. Образец для подражания. В Анапе есть застройщики, которые строят качественно, красиво и в соответствии с законом. Жалобу Анапчанки на работу маршрутных автобусов в селе Субсех сотрудники транспортного отдела отработали с выездом на место. Нет амброзии – нет аллергии. В городе и сельских населенных пунктах продолжают уничтожать сорняк. Детские площадки, восстановленные и отремонтированные, готовы принять маленьких анапчан и гостей курорта. Сейчас обо всем подробнее. Целенаправленная работа администрации города по борьбе с незаконным строительством дает свои результаты. Перестали появляться угловые многоэтажки. Прекратилось самовольное многоэтажное строительство. А застройщики начинают процесс работы над будущим объектом с получения разрешительной документации. Теперь задача администрации города – научить застройщиков работать качественно, красиво, в соответствии с законом. Пример именно такой работы мы хотим показать сегодня в нашем репортаже. 19 мая этого года сданы в эксплуатацию несколько домов, образующие уютный квартал с одним общим двором на улице Лермонтова, 116. ООО «Югстройзаказчик» окончил строительство жилья не только в срок, но и в полном соответствии проекту. И как раз это следование самому главному правилу строителей нас сегодня несказанно удивляет. Оказывается, детские спортивные площадки, благоустройство территории, озеленение и пандусы для инвалидов, стоянки для автомобилей, в том числе для инвалидных – это все то, что строители обязаны сдать вместе с жилым домом будущим жильцам. Непривычно, правда? Так почему же директор ООО «Югстройзаказчик» все это делает? Мы строим по разрешению, по закону, по 214. А когда проходишь экспертизу государственную, здесь включаются все и детские площадки, и спортивные площадки. То есть мы строим по закону, как положено. Строители, надо заметить, во все вложили творческую струнку и немало собственной инициативы. Вот, например, оригинальный забор, который подобрали под дизайн цоколя здания. А вот эта деревянная репка со всеми героями сказки заметно оживила уютный дворик. Правда, жильцы уже успели оторвать и кошки, хвостик и мышки. А вот и специальное устройство для подъема и перемещения инвалидов. Эту технику, конечно же, можно было и не приобретать, но строительная фирма на рынке услуг в городе работает уже очень много лет. И марку предприятие держит на высоком уровне. Мы вот совместно на Чехово дома строили, возле скорой помощи строили, монолит начинали. Газификацию всего района мы занимали. Газификацию всего района сделали. Мы всегда работали по-белому. У всех пенсии хорошие, у всех рабочих. У всех была спецодежда, у всех было молоко, у всех были организованы бытовки. Поэтому люди добросовестно строили. Водить жилье нельзя без благоустройства. Мы курортный город. Где-то на Урале, может быть, мы курортный город. Поэтому озеленение дворов должно быть прописано каким-то регламентом. Мы заглянули во двор рядом строящегося дома. Дом готовится к сдаче, но ни намека на спортивную или детскую площадку здесь нет. Говорят, напротив, здесь застройщик бычек планирует еще один дом возводить. Ну и санитарное состояние вокруг дома оставляет желать лучшего. Так что эти две картинки наглядно показывают два разных подхода не только к строительству жилья, но и вообще отношения к городу. Говорят, что и создатели проекта жилого квартала на улице Лермонтова 116, Рафаэль Гусейнов и Елена Палаткина, в восторге от того, что вот строить можно именно так, ни на йоту, не отступив от проекта, создавая настоящий современный жилой микрорайон. На выездном приеме, прошедшем на днях в СУКО, к первому заместителю главы Анапы обратилась жительница села Супсех. Жалобы на работу маршрутных автобусов. По поручению Светланы Яровой разобраться в проблеме на месте, в Супсех выехали сотрудники отдела по транспорту и связи. В транспортном эксперименте приняла участие наша съемочная группа. В 7 часов утра на остановке три человека. Мама с ребенком, молодой человек, ожидающий переправы в город и специалист транспортного управления. В отдел по транспортной связи в администрацию обратилась жительница села Супсех с жалобой на работу общественного транспорта по маршруту номер 135. Мы выехали на место в утренний час и пик для того, чтобы провести мониторинг автобусов по регулярности движения, а также соотношение пассажиропотоков и вместимости автобусов в транспортных средствах. Всю информацию мы проанализируем и примем решение по данному вопросу. О жалобах и предложениях узнает от пассажиров в салоне автобуса. Вместимость 43 места. К автобусу с такими характеристиками у жителей Супсеха претензий нет. В салоне свободно, просторно и даже сидячие места не все заняты. Повезло. Делятся пассажиры и продолжают. Вечером бы так. Вечером все едут на нашем рейсе, нам не уехать. 135? Да. Нет. Вообще какой-то такой автобус, чтобы они ехали на наш рейс. Не на наш рейс. Не на наш рейс. По городу, когда едут, они все едут вечером к нам. На Красной площади выходят, а мы стоим все. На восточном рынке магазин «Ломка» не сесть. Он идет полностью загружен. Если есть проблема, должно найтись решение. Специалисты Управления по транспорту и связи в ближайшее время рассмотрят все претензии, жалобы и предложения и гарантированно создадут оптимальные условия проезда. Контрольный вопрос планерного совещания об уничтожении амброзии на территории Анапы озвучил начальник управления сельского хозяйства Петр Якимиди. Опасный растительный аллерген амброзии и борьба с ним в статистике и цифрах. Амброзия засоряет поля, огороды, сады, виноградники, луга и пастбище. Неприхотливое и выживающее в любых погодных условиях растение особо опасно в период цветения. Пыльца амброзии вызывает острые аллергические заболевания, вплоть до приступов бронхиальной астмы и отека квинки. Животный тень просто болезнен, только взрослого населения Анапы составляет более 103%. Порядка тысячи человек в летний период теряют трудоспособность, что приводит к определенным экономическим проблемам. С 2007 года на всей территории Кубани на амброзию действует карантин, введенный постановлением губернатора Александра Ткачева. В Анапе на постоянной основе функционирует межведомственная комиссия по уничтожению амброзии и другой сортной растительности. В состав комиссии входят специалисты управления сельского хозяйства, капитального строительства, управления ЖКХ, муниципального контроля и управления по санаторно-курортному комплексу, а также представители федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Еженедельно члены комиссии выявляют землепользователей, не приступивших к уничтожению амброзии на своих участках. К участию в таких проверках привлекают специалистов администрации сельских округов, сотрудников УВД и председателей домовых и квартальных комитетов. На всей площади многолетних насаждений проведена трехкратная обработка почвы, удовлетворительное фитосанитарное состояние многолетних насаждений на предприятии СП «Россия» и «Возрождение». В критическом состоянии находятся виноградники в ЗАО «Русская лоза», которая уже более двух лет находится в банкротстве. В Анапе систематически обнаруживают заросли амброзии на территориях трансформаторных подстанций вдоль полосы отвода железнодорожных путей вокруг частных домовладений в Алексеевке и вблизи индивидуальных жилых домов по улице Советской, Парковой, Трудящихся, Чехова, Гоголя, Некрасова и Краснозеленых. По результатам проверок, проведенных специалистами управления муниципального контроля, только с 15 по 16 июля обнаружено 76 объектов, где произрастает амброзия и работы по ее уничтожению не ведутся. В 2014 году обследовано более 16 тысяч гектаров земель, выписано 45 предписаний, составлено 27 протоколов на физические лица, 10 на юридические. Проверено 27 землепользователей, из них 7 сельхозпредприятий всех форм собственности. Также растение имеет очень мощную корневую систему, которая забирает из почвы все питательные вещества и большое количество влаги. И к тому же дает большое количество семян. Одно взрослое растение, оно не культура, оно дает 8 тысяч семян, которые опадают в почву, даже если семена не дозревают, они свою сходность сохраняют и сохранятся в почве до 30 лет. Ликвидация амброзии и другой сорной растительности – одна из первостепенных задач органов местного самоуправления в области санитарного благополучия населения и гостей нашего курорта. И работу в данном направлении на планерке поручили усилить и главам сельских администраций, каждому отделу и управлению администрации. Нарушители санитарного порядка ждут штрафы, а в случае дальнейшего игнорирования требований уничтожить сорняк другие административные санкции, вплоть до изъятия земель. В городе и сельских населенных пунктах одну за другой ремонтируют детские спортивные площадки. Сроки на восстановление покрытия и мелкий ремонт установлены сжатые, чтобы не нарушать планы маленьких анапчан на отдых. Обновлять места проведения досуга детворы помогают и сами любители дворовых видов спорта. На футбольных воротах и баскетбольных кольцах новые сетки. Заварены дыры в заборах, покрашены ограждения, обновлена разметка. Многофункциональная площадка в районе скейтпарка отремонтирована и готова принимать детей. Специалисты управления по физической культуре и спорту, инструкторы вместе с детьми проводили здесь все ремонтные работы. Восстановление завершается уже на площадке по адресу Крепостная 67. Также проводится работа аналогично и в сельских округах. Например, сегодня завершилась работа в селе Джигинка, на многофункциональной площадке, где также работает наш спортивный инструктор. Играть приятнее на благоустроенной площадке. Спортивный инвентарь ребятам выдают инструкторы, которые ежедневно проводят занятия с юными спортсменами. Детей приходит все больше и больше, около 15-20 человек на площадке всегда. Все рассказываем и правила, и правила игры, и инструктаж по технике безопасности, все как положено. Такому обновлению дети только рады. Ребята из соседнего двора приходят тренироваться на площадку и бережно относятся к спортивным снарядам, ведь ремонтировали сами для себя и друзей. На многофункциональные площадки приходят не только анапчане, но и гости курорта. Василий приехал из Тольятти три дня назад и пришел посмотреть. Я пришел сюда и был очень удивлен хорошим уровнем площадки. Увидел замечательных ребят, которые играют здесь постоянно, занимаются спортом активно. И заметил, что они активно помогают восстанавливать площадку и всячески способствуют развитию, наверное, в городе спорта. В скором времени заменят старые сетки на футбольных воротах и баскетбольных кольцах, починят ограждения, обновят разметку на всех спортивных площадках. В городе и сельских округах ремонт на многофункциональных площадках идет полным ходом. И это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Партнер прогноза погоды – салон магазина изделий из камней самоцветов Тайны Медной горы. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин Тайны Медной горы приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон-магазин Тайны Медной горы подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. В четверг 24 июля в Анапе облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем плюс 28-30, ночью до 25 градусов тепла. Ветер переменный преимущественно северо-западного направления – 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме – 755 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 25 градусов. Далее блок полезной информации от партнера программы – производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – четвертый квартал 2014 года. Телефоны – 48300 и 48333. Телефоны – 48300 и 4833.